Добрый день, коллеги! Меня зовут Екатерина Белорусцева, я представляю компанию «Собзон» Компания «Наши на рынке» с 1992 года Основной сферой нашей деятельности является поставка и анализ данных дистанционного лендирования и создание на их основе сервисов Например, мониторинг сервиса в мире Мы получаем космические снимки, анализируем и предоставляем заказчику результаты в виде сервиса Также работаем в сфере экологии, строительстве, в таких тяжелых мероприятиях И последние годы нам дает интервенция по вина потребностей в этих данных и в других сферах, в том числе в коммерческой сфере, в сфере экологии И мы решили разработать нашу собственную платформу Нашу собственную платформу, с помощью которой неподготовленный пользователь может работать с нашими данными И ее, в общем-то, мы переданы в качестве сотрудничества с некоммерческими организациями И с ней мы и нашли пасеку построить У нас в первом проекте был Это... О, еще? Да Первый проект, в котором мы работали... Первый некоммерческий наш проект Это проект «Верегущие точки эры» Расскажи немножко другую историю Идея возникла у нас, то есть к нам, кто не обращался, это была наша инициатива И случилось так, что одного из руководителей нашей компании упустил плещ И он долго не мог понять, что ему делать, куда бежать, что искать в интернете Никакого ворча, занести этого плеща И когда все разрешилось удачно, на одном из совещаний было принято решение сделать такой проект Ну и в общем-то, мы уйдем и в итоге получилась фарта А в данном итоге я покажу ее А в желом обучении? Да, в желом обучении Да, в желом обучении И вот так как здесь представители МФО, то есть мы для сотрудничества предлагаем примерно такой же формат. То есть мы готовы создать подобный сайт с вашей информацией. Ну, так как это проект видеокрещи.р, то здесь, соответственно, карта вещей. То есть пользователь может увидеть карту. Зеленки показаны, где нет энцефалита, а раньше не было есть. Почему это такое? Опасное заражение. И все объекты, куда можно обратиться за помощью, куда нам можно сдать креща на анализ. Это картука, просто гепортал. И была добавлена функция нами, это краудсорсинговая часть. То есть здесь можно отметить креща, если у вас это все вопросы. То есть показать опасные места. Вот подобные подданы мы готовы создавать в рамках сотрудничества с интернероческими организациями. Начала я с этого проекта, потому что он не такой был успешный, как мы взялись. Так как инициатива исходила от нас, то мы дальше задумались, что мы с этим будем делать. То есть мы показали, как работает наша система, как это легко можно устроить любой сайт. И дальше решили искать партнеров, с кем мы можем дальше его развивать, кем мы можем его отдать. Мы обратились в различные институты научные и Роспотребнадзор, как главное ведомство, которое занимается анализом этой опасности. На что нам ответили институты, что мы хотим на этом заработать, и они не готовы с нами сотрудничать. На что ответил Роспотребнадзор, что они нам сказали, что какие-то еще функции, куда же варим, сказали, что это уже платно, и вот это вы нам это забираете. Сказали, мы подумаем, мы ушли. На этом у нас пока завершилось сотрудничество со всеми этими организациями, но мы планируем дальше развивать. Посмотрим, что дальше будет с ним. А что касается рекомендаций... Какие-то проблемы, может, были, или наоборот, все хорошо, но рекомендуем не старые. Рекомендации следующие. Сотрудничество должно быть интересным обеими сторонами, в первую очередь. Обе стороны, материальные и негидиальные, они должны быть заинтересованы за заходами. Это первое. И второе неверное, что... Я бы скажу, что не коммерческая организация, что мы не готовы тратить очень много времени на создание этих мероприятий. То есть мы готовы участвовать, готовы предоставлять нашу программу для ваших нужд, готовы обучать. У нас есть курсы, которых мы обучаем. Мы готовы обучать бесплатно, измены, но мы не готовы все время этим заниматься. Мы предлагаем вам платформу и предлагаем вам дальше работать с ним. Что вы понимаете по словам платформ? Я не очень понимаю. Я вижу просто сайт с простой интерактивной формой, вводы простых данных, где спутники, где функция вашей компании. Создать сайт любая компания, потому что за 30 лет такой сайт можно отмечать. Я вам покажу. Именно что подготовлены на публиках. Я пыталась сказать, что так просто это можно использовать. На самом деле, аналитика нашей платформы она подразумевает более глубокий анализ данных, начиная от космических свалок. То есть вот дальше про это я вам расскажу, как мы мониторили свалки вокруг озера Баткал. Мы использовали данные космической съемки и мониторили территорию вокруг этого озера. Показывали на свалку. Потом, летом, туда приезжали волонтеры и выбирали этот мир. Мы обрабатывали предварительные данные, показывали, и туда уже выезжали глубже для сбора. Платформа предполагает основной анализ данных. То есть не просто визуализация, которую я показала на проекте с вещами, это самый простейший проект, что мы можем сделать. Наша платформа предполагает еще и анализ этих данных, как растеревых, растеревых данных. Создали на их основе различных отчетов, расчетов. Сейчас мы работаем над модулем машинного обучения, где можно уже автоматизированно распознавать те или иные изменения на земле с помощью данного инвестиционного задержания. Если у вас проект сайт более глубокого анализа, то мы готовы поработать в этом направлении. И вот следующий наш проект, вполне более успешный. Это проект Называется 360-90 «Радионкаунт». Этот проект уже работают пять, но два организатора обратились с фонда «Беликбаски», то есть он в этих некомерческих фондов с просьбой визуализировать их работу. И мы на карте показали, где есть свалки. То есть мы сделали анализ данного инвестиционного зондирования и на карте показали, где эти свалки. В прошлом году, в 2016 году, когда предприниматель убрали эти свалки, и мы уже на следующий год показали, что они действительно были убраны. «Радионкаунт» И вот сейчас он в целом проект работает. То есть два года этот проект А, на следующий год они у нас заказали уже в этой анализической части. То есть нам данный проект тоже делали. Это главное интересен. Для примера, любой из вас может зайти на наш сайт и зайти в примеры наших проектов, которые мы готовы создавать. Вот этот проект из 60 минут. Что касается еще рекомендаций, у вас таких больших проблем не было, глобальных, да, в сухожении? У нас такой большой опыт, у нас еще не успели. Да, мы еще не успели. Алексей? Можно вопрос? Да, я вам скажу, у нас на каждую организацию коммерческую и некоммерческую по 10 минут на выступление, поэтому последняя минута у фурзонда и вопрос. Тогда быстрый вопрос. Каково здесь было участие, собственно, фунда Олега Дерипаски, да? Они просто организовали этих волонтеров на основе ваших данных или еще что-то они делали? И кто здесь был, скажем так, инициатором? Вы к ним пришли, ли они вас заказали? Вы знаете, точно не помню, по-моему, они пришли на какой-то встрече. На какой-то конференции мы познакомились и дальше развязались от удовольствия. Из пожеланий, наверное, хочется сказать, что вы НКО писали. То есть мы готовы сотрудничать, просто мы, может быть, знаем о том, что вы хотели создавать подобные проекты. Поэтому пишите нам, мы готовы работать, готовы обучать, как работать с и графические вопросы. Да, все. У нас 10 минут. Я прошу прощения. Спасибо за субтитры.